Привет! Есть множество бесполезных советов, которые только вредят вашему каналу, если вы снимаете на нем короткие видео, шортс. И давайте мы поговорим о них. Первое и самое распространенное, это касается персонализированного значка. Многие пытаются на свои короткие видео делать свой собственный персонализированный значок. Я даже знаю людей, которые хвастались тем, что у них замечательные, офигенные персонализированные значки для коротких видео. Поскольку короткие видео продвигаются через единственный масштабный источник трафика, а именно фид короткие видео, то важно понимать, что там значки персонализированные не отображаются, там значок генерируется из видеоролика. И на данный момент YouTube пока не вносит какие-то изменения, чтобы дать возможность ставить там собственный персонализированный значок. То есть те значки, которые мы креативим и просто ставим в менеджере видео, они не будут работать и не будут отображаться. Поэтому нет смысла заниматься этой ерундой. А намного важнее постараться сделать так, чтобы те значки, которые YouTube сам генерирует для шортов, были максимально привлекательны и интересны. Потому что обложка имеет значение. Если на значке, который генерирует YouTube сам для ваших коротких видео, что-то узнаваемое, будь то котик или какой-то автомобиль, или какая-то жизненная ситуация, которую легко распознать за одну секунду, это привлечет намного больше внимания. Второе заблуждение касается тотальной оптимизации шортс. И здесь, о чудо, великое разочарование, но по крайней мере пока что мы видим, что шортс без глубокой оптимизации и с мощной оптимизацией не демонстрирует статистически значимой разницы в продвижении, в трафике, в просмотрах. То есть, простыми словами, если вы просто берете хорошую, перспективную, актуальную тему, снимаете прикольный короткий ролик, хорошая картинка, сюжет, все нормально, и называете его по-простому, и даже не пишете нормальным образом описание, не ставите теги, то такой короткий ролик будет продвигаться ничуть не хуже, чем видеоролик, который вы тщательно оптимизируете, составляете мощное описание с семантическим ядром, подбираете теги, то есть затрачиваете огромное время. Такой парадокс, но в этом и особенность коротких видео. И система выстраивается так, чтобы вам не требовалось длительно оптимизировать метаданные для достижения результата. Также важно принимать во внимание, что часто короткие и более широкие названия видеороликов формата Shorts работают лучше. На простом примере лучше назвать ваш короткий ролик просто кот, чем какой-нибудь милый британский котик сидит на подоконнике и смотрит за птичками. Это парадоксально, но вероятно это связано с тем, что люди принимают решение о просмотре контента за доли секунды. Особенно, когда касается речи именно короткого видеоролика. Поэтому важно, чтобы была картинка привлекательная, сгенерированный значок Shorts и короткое, емкое, понятное название. Просто кот. Окей, смотрим, какой-то интересный сюжет, что-то разворачивается, пойдет. Если это что-то длинное, сложное, неосязаемое, неочевидное, тогда это не будет работать. И такой короткий ролик будет иметь низкое удержание, его будут пролистывать и вам это не нужно. Поэтому не занимайтесь такой ерундой. Затем, естественно, нужно понимать, что короткие видео могут продвигаться эффективно только через фид «Короткие видео». Если у вас там трафик из поиска, с главной страницы YouTube, откуда-то еще, не надо этим гордиться в случае коротких видео. Для продвижения по классическому механизму рекомендаций существуют длинные видеоролики. И именно они должны продвигаться через рекомендуемые видео и через главную страницу YouTube. Ну, какая-то часть контента через поиск. Короткие видео не должны туда попадать. Если они туда попадают, значит вы все-таки делаете что-то не совсем правильно и большого трафика, скорее всего, не будет. Если там какие-то доли процента, а из фида «Короткие видео» у вас идет мощный трафик, тогда все нормально, не переживайте. Но если эти источники примерно начинают выравниваться, значит вы допускаете какую-то ошибку. Затем, многие не понимают, как же создать шорт, с которыми будут смотреть. Многие думают, надо, наверное, делать какое-то суперкачество или какую-то суперидею. На самом деле очень много контента довольно простого, примитивного, а порой даже тупого в формате коротких видео хорошо набирают просмотры. Здесь есть два подхода. Либо вы выбираете что-то острое, актуальное, социально значимое, снимаете по этому шорт, либо вы просто домбите в вашей тематике. Особенно если у вас YouTube канал, связанный с вашим бизнесом или профессиональной деятельностью. Ну, например, вы юрист. Тогда у вас благодатное поле для того, чтобы сейчас разгуляться с короткими видео и обсуждать вопросы мобилизации и юридические аспекты всех этих явлений. Или вы врач. Вы можете обсуждать темы, которые тоже на повестке дня в формате коротких видео, набирать хорошие просмотры. Или у вас просто симпатичный, замечательный котик. И вы снимаете все, что связано с котиками и обсуждаете на эту тему. То есть нужно придерживаться все равно тематики в рамках канала для того, чтобы формировать аудиторию. Очень хорошо заходят различные музыкальные клипы и детский контент. Детский контент в формате коротких видео может за месяц выходить на миллионные просмотры и набирать 100 тысяч подписчиков за месяц. Это очень большие цифры и это совершенно реально. Поэтому вам нужно понимать, что механизм работы шортс кардинальным образом отличается от обычных длинных видео. Также совершенно нормальная картина, по крайней мере, по состоянию на текущий момент, когда вы публикуете короткие видео на новом канале и сразу ролики начинают набирать достаточно много просмотров. Представьте, давайте сравним два варианта. Вы публикуете на новом, только что созданном канале длинный видеоролик. Что будет происходить? Скорее всего, этот ролик наберет немного, скажем, несколько десятков просмотров или пару сотен. Но больше вряд ли вы ожидаете. И другое явление. Вы на новом канале публикуете короткий видеоролик. И какие просмотры вы ожидаете? Он легко наберет тысячу просмотров. Если тема достаточно популярна, он может набрать десятки тысяч просмотров. А если вы попали в тренд, сотни тысяч и миллионы. Даже с первого видео. Этому не нужно удивляться. Это нормальная картина, по крайней мере, на текущий момент. И здесь сразу давайте пояснение. В данный момент я рекомендую для шортс, для коротких видео создавать отдельный канал. Поскольку алгоритмы YouTube еще не полностью интегрированы. И если вы сейчас будете смешивать длинные и короткие видео, высокий риск того, что на длинные ролики вы будете терять трафик. Не допускайте этой ошибки. В 2023 году, возможно, ситуация изменится. Но мы пока еще находимся в той реальности, в которой короткие видео мешают продвижению длинных видеороликов. Будем за этим наблюдать. Не допускайте этой ошибки. Дальше. Многие не понимают вообще, как им конвертировать во что-то трафик коротких видео. Способов масса. Главное был бы трафик. А уж как его арбитражить с монетизацией или пытаться зарабатывать пока что из фонда. Или продавать товары и услуги. Или действовать по CPA-партнерке. Каких-нибудь там банковских карт и так далее. Или прямую рекламу продавать. Или собственные товары продвигать. Собственный мерч. Или просто популяризировать канал. Для того, чтобы на нем потом загружать, пытаться длинные видео или какой-то бренд раскручивать. Или вообще его продать. Вариантов здесь на самом деле очень-очень много. И вы можете сейчас даже не заморачиваться этим. Вам нужно вывести канал на трафик. Сделать это более чем реально. Проблем в этом нет никаких. И соответственно не заблуждайтесь в отношении того, что это пустой бесполезный трафик. Нет, он не бесполезный, если знать подход к его конвертации. Поэтому снимать шорты очень рекомендуется. Нет никакой разницы, снимаете ли вы шорты через камеру шорты в телефоне. Или вы снимаете их отдельно и потом монтируете. Здесь в принципе нет ничего отличающегося. Естественно, очень важно, чтобы ваши ролики были меньше минуты по продолжительности. Чтобы они были сняты в вертикальном формате 9 к 16. Обеспечьте хороший звук, приемлемую картинку, достаточную динамику. И экспериментируйте. Оптимальная длительность, какие-то фишки, особенности. Это все подбирается в процессе работы. Зависит от тематики, от формата. Очень важно анализировать конкурентов и делать соответствующие выводы. Соответственно, вы будете нарабатывать опыт и двигаться, двигаться, двигаться вперед, создавая все более интересные и лучше работающие шорты на вашем канале. И поэтому, для того, чтобы действовать эффективно, для того, чтобы понять рабочие в настоящий момент стратегии и перенять опыт каналов-миллионников, которые очень большой трафик собирают на коротких видео. Там даже есть десятки миллионов за 48 часов. Это ребята, с которыми мы работаем. И они состоят, кстати говоря, в закрытом чате. Ссылочку на которую я оставлю в описании. Поэтому, чтобы поднять свой канал, подключайтесь, присоединяйтесь к нашему закрытому чату. Мы обмениваемся опытом. И уже разработали реальные эффективные и действенные стратегии продвижения коротких видео на канале и монетизации такого контента. Поэтому, жду вас в закрытом чате. С вами Коно Ден. Говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.